вечер всем добрый зашедшим на мой канал и смотрящим данное видео данный обзор а на сегодня у нас 8 клинков для сайта то есть для вас эти клинки все кованой нержавеющей импортной марки стали n690 она оказывается шикарно куется то есть как бы раньше я просто мог раздавить там чтобы толщину подогнать а тут прям реально ковалась потому что ну был такой у меня запрос на такие клинки я его исполнял и ну рискнул рискнул проще говоря единственное что вот на этом клинке у меня приказал долго жить станок самый основной самый главный центровой и я его тут долго ремонтировал поэтому долго не выходил в эфир и не выдавал готовые изделия и заодно узнал что мое производство теперь стоит дороже для меня дороже в том что раньше станок можно было купить пример тысяч за 30 но там что-то доработать под себя обязательно там что-то доделать еще дотянуть червончик и поехал уже в работу сейчас я узнаю что точно то же самое оборудование стоит от 90 тысяч от 90 тысяч которые нужно еще доработать и дотянуть тысяч 20-25 поэтому чем дальше тем страшнее но давайте сразу приступим к тому что у нас на сегодня получилось какой-то волосок вот это вот сначала его шлифанул эту сталюгу как вам объяснить то в общем более грубо но там зато было видно структуру стали прям вся просматривал структуру стали как узор дамаски был подводки тонкие просто не блестят и кажется что толстые вот а потом еще шлифанул мельче и поэтому рисунок уже почти не видно так из прям узору приглядываться да есть вот так на облеске и лампы отражаются вот так вот если вот вот все уже в остальном не видать но уже зато более мелкая шлифовка более такая чистые практически зеркало это наносатин отверстие у всех 4 миллиметра потому что после ковки сверлилось тяжело пришлось твердосплавом сверлить и у всех клиночков вогнутые линзообразные спуске тут был как бы потоньше такой нас больше широкой за резкой этот более такой ломовой все-таки клинок хотя подвод тончайшие прям вообще просто красоте не но при всем этом такой тяжеленький увесистый такой с толстым обухом следы ковки я оставил еще раз повторюсь что для меня это сложнее чем без следов ковки но что теперь делать видите дульку так называемых заков сделал прям перед самым обзором вспомнил о вас я так ложу вот одинаково чтобы в размерность видели очередной клиночек так вот это все выглядит ну не знаю результатом я доволен закаливать они эти клинки стандарте но в итоге была такая быстро крио обработка что добавляет почти единицу вот сделал заков и вот тут сделал я не знаю на любителя посмотрите вот здесь на овощи сейчас это помедленнее протащу на любителям ну симпатичные клиночки вышли я вам скажу как по мне так вообще здорово и есть конечно нюансы сейчас я буду показывать здесь что-то где-то тут не так я вам обязательно буду показывать спуске все вогнутые ринзы пошли к этим к мечам это у нас в экран играется клинок для ножа для сына рэмбо то есть нож рэмбо ну я насколько знаю они чуть больше эти клинки рэмбо но там уже просто не клинок там просто какой-то топорик тяпка я не знаю а вот это еще клинок то есть понимаете как получается такая вот размерность обставить по руке рэмбо вроде бы да ну рэмбо он на самом деле где-то такой вот длины и пошире так еще я сделал чтобы он был как бы еще и ножом они просто каким-то клуном как обычно это происходит это вот большая н.р. ни у кого таких нет только у меня и это здорово я из других марок стали уже изготавливал такой особенно из углеродистых н.р. такие здоровенные смотрите сразу нюанс чуть-чуть вот тут вот сюда смещенного вот это рекаса это из-за того что не тронутая то есть тут малейшее микро движение неправильные все досвидос если бы было вы здесь вот плоскость обработаны шлифованные то я бы сейчас вот тут бы чуть побольше так прям шар-шарк и все она все ровно и бы но тут уже неисправимо и вот долл он не идеальный как вы такой-то ровный но он ровный все здорово ну почему не идеально потому что и вот эти следы ковки они как бы дают какой-то свой рельеф отдельный и поэтому вот так вот все баба бам да всем н.р. н.р. папа вот такой вот охотничий вариант мощнецкий он следы ковки тут вообще просто выразились показать вот так вот о они просто такие символические прям хотел сделать вот здесь заков но думаю не знаю надо кому не надо вот это вот все но было мыслям так резкость вроде бы показываю медленно вроде бы можно рассмотреть потому что фото в это вообще ничего не видеть и не узнаете ничего всяких нюансов там прочих вот этих делов кто-то моделька очень такая старинная очень прям но до сих пор пользующийся спросом вот такие вот мне на сегодня работы обзор закончен и хотел бы сказать еще пару слов о том над чем я буду работать далее а далее это у меня ламинат готовится только сначала сейчас я еще шаблоны готовят новые как минимум пару штук будут новых моделей и будут у меня надеюсь все получится ламинатные клинки ламинат будет таков кованая у 10 марка стали сердцевина в середине клинка обкладки из боков то есть вот так вот еще сердцевина середки обкладки из 95 х 18 нержавеющей стали чувствуется я намучаюсь с ними но делать надо чтобы было единственно что мне нравится в этом ламинате это изначальная себестоимость она реально страшно как по мне я знаю что некоторые люди покупают там ножи даже по 25 по 50 тысяч и тогда этот ценник вообще ни о чем потому что там под 5000 стоит только упаковка такая грязный кусок железяки вот вот наверное для тех людей которые за 50 покупают для них вот это вот 5 о чем ты да и у меня вчера вот в электронке по моему не помню где спросили айкуте из дамасской стали нашел только один вот такой вот варианты заготовки больше меня нет протащу вместе с ламинатом со вкладками это как было для вас еще анонс на сегодня до новых встреч